Мы продолжаем читать наставления преподобного Ефрема Сирина из второго тома «Добротолюбие». И напомню, мы говорим о том, как бороться со страстью уныния. И Фуршрас, говоря о том, как нужно бороться противостоять страсти уныния, Ефрем Сирин фактически открывает нам то, что неизбежность того, что мы называем унынием. Потому что, по сути дела, уныние, как мы говорили, есть общее название пустыни, куда водится человек. Человек перестает жить страстной жизнью, перестает утешаться тем, чем он утешался, забавляться, удовольствоваться тем, чем он раньше занимался. Пытается выйти из страны, где мясо и чеснок, вино и развлечения, и войти в страну, где течет мед и молоко. В некую землю обетованную, в царство небесное. И путь туда, в любом случае, лежит через пустыню. Узкий путь, так сказал. И поэтому другого пути просто нет. И поэтому пройти через эту пустыню необходимо, но эту пустыню нужно перетерпеть. То есть, попросту говоря, уныния нельзя избежать. Ему просто нельзя поддаваться. Если ты поддаешься уныниям, чем мы закончили прошлую нашу беседу, если поддался унынию, то у тебя возникает либо ропот, ты начинаешь роптать на свою несчастье, ни к чему, и пустую жизнь, в которой нет никакой ни радости, ни недовольствия, и на Бога, который ввел тебя в эту пустыню. Либо ты безропотно начинаешь предаваться разным прихотям, исполняя свою волю в том и в другом, получая от этого как бы украденное утешение. Мы, собственно, делаем то, что делал израильский народ. Формально вроде бы чтя Бога, формально вроде поклоняясь Ему, даже формально идя в землю обетованную, но чуть только глаз Моисей закрыл, как тут же они поклоняются тельцу, или носят идол какого-нибудь звезду, какого-нибудь языческого бога Римфана, и поклоняются тайком Ему. Вот, и эта ситуация, она вот обличает и нас тоже. То есть мы формально вроде делаем вид, что служим Богу, а в реальности поддаемся прихотям. Эту вот тему дальше продолжает Фрем Сирин, 246-й абзац из слова об уныне. «Будем тверды сердца, потому что слабость сердца противна добродетели. Не станем малодушествовать, если случится с нами небольшое уныние. Но будем сами себя преневоливать, подобно доброму путнику. Путник, когда случится ему ослабеть пути, не отказывается от цели дальнейшего путешествия, но утешает себя словами. «Еще немного, и дойдешь до ночлега, и отдохнешь. И Господь, видя, как принуждаем себя, подаст нам силу и облегчит затруднение». Вот, все вроде здесь ясно написано. Твердость сердца, о котором мы в прошлый раз говорили, и здесь Ефрем Сирин подчеркивает. Твердость сердца — это и есть способность человека сохранять путь, несмотря на то, что все отвлекает, все расслабляет, что усталость, что не в моготу, но продолжает сохранять путь, не получая утешений и не чувствуя помощи и подкрепления. Любой путь на самом деле так. Вот, и тем более путь Христов, путь, по которому мы идем, и не случайно совершенно, когда у людей появилось представление и желание, необходимость паломничества, то именно этот смысл в паломничество и вкладывали. Не в том, чтобы оказаться на святом месте и, скажем там, приложиться, поцеловать или заказать какие-то требы. А смысл паломничества именно в том, что нужно претерпеть трудности, и мера утешения твоего на этом святом месте будет пропорциональна тем трудностям, скорбям, которые ты перенес на пути. Путь тяжел, но войти в радость Господа своего и может только тогда, когда претерпел определенные трудности и искушения, преодолел тяготы пути. И устремленность к цели, вопреки этим тяготам пути, она и помогает перенести эти тяготы пути, помогает не взирать на них, а идти туда, куда нужно. И вот эта твердость сердца, это терпение, способность сердца терпеть и переносить трудности, тяготы, безутешность, безрадостность, скорбь, уныние для того, чтобы достигнуть цели, другого пути к цели нет. И вот Ефрем Сирин пишет, что видя, как мы себя принуждаем к этому виде, Господь и подает нам и помощь, и утешение, но именно помощь и некоторое утешение, но не, как опять-таки подчеркивает здесь Ефрем Сирин, он не облегчает наши затруднения, он подает нам силу к тому, чтобы продолжать путь и помогает преодолеть затруднения, но не избавляет от трудностей, не делает пустыню оазисом, не делает песок ровной дорогой, не пытается заменить жару прохладой, он не облегчает, не делает наш путь коротким или легким, он просто помогает нам его пройти, если видит, что мы себя принуждаем к прохождению этого пути. И твердость сердца как раз и состоит в том, чтобы, невзирая на немощь, на уныние, на печаль, на еще что-то, иметь возможность принудить себя продолжению начатого пути, зная, что этого хочет Бог, и там дальше будет утешение. Продолжая эту тему, Ефрем Сирин говорит в 249 абзаце, на мой взгляд, очень важное, существенное слово. Держись того места, на котором живешь, сопротивляясь ленности, ибо не переменою и не расстоянием мест, но только внимательностью ума можешь укротить страсть. Нам нужно терпение, чтобы волю Божию сотворить, сподобиться обетованию, предающиеся унынию, далек от терпения, как больной от здоровья. Добродетель познается не в унынии, но в терпении. Терпение же обновляется и укрепляется, когда ум занят созерцанием в божественном поучении. Сим уточняется ум, приобретает силы, как тело, от питания здоровой пищи. Если же ум отступит от сей благодати, от сего достоинства, то действительно сделается бедным и немощным. Поэтому свергнув в себя пристрастие к вещественному, упражняй ум в своеводном божественном делании, и не будет у тебя потребности переносить тело с места на место и изнурять его странствование без благословных причин, ибо Царство Божье внутрь нас есть. Очень важны, как я уже сказал, слова, но, к сожалению, когда читаешь эти слова, то сейчас, когда читаешь, даже молча, дома, всегда овладевает печалью, потому что так уж получилось, так сложилось, что эти простые, понятные и очень точные слова вполне очевидны не только для людей V века, но и для людей XIX века. В наше время они не значат ничего. Человек чаще всего просто даже не понимает, о чем здесь идет речь, и если ему попытаться объяснить, понимание отнюдь не наступает. А в сущности, это замечательное слово, замечательный абзац, можно озвучить простыми, понятными максимами, установками поведенческими. Делай то, что делаешь, живи там, где живешь, и читай, и молись настолько, насколько можешь. Все. Больше ничего не надо знать человеку. Нет, знать его, может, надо и много еще чего, но все это знание придет к нему естественным порядком, необходимое, нужное для этого самого время, в нужном и необходимом для этого состоянии. Еще раз, делай то, что делаешь, живи там, где живешь, и молись или читай столько или то, что можешь молиться и что можешь читать. Главное, то есть, пребывай в некотором делании, в котором ты находишься, ничего не меняй в этом делании, в социальном, бытовом плане имеется в виду. И сохраняй то упражнение, молитвенное или читательное, которое тебе по силам. не прибавляй, если можешь, то не убавляй. И тем не менее, это, в общем-то, понятная установка, ну, скажем, чтобы сослаться, апостол Павел говорит, каждый оставайся в том звании, в котором призван. вот, и делай то, что можешь в этом самом звании, в котором призван. Но человек никак не может понять, что исправляет его не молитвы, исправляет его не старцы, исправляет его не книги, а особое делание, которое называется терпением. Именно так говорит Христос, не в чтении книг, не в молитве, не в чем другом, а в терпении вашем. Спасайте души ваши. То есть, именно тогда, когда мы терпим ради Христа, мы и спасаемся. И в этом смысле, как раз и важно, чтобы человек терпел. А главным же ингредиентом этого терпения является сознание того, что ты делаешь это по воле Божьей. То есть, терпишь нечто ради него. То есть, можно сказать так, важнейшим ингредиентом терпения является терпение с верой. Не с тем, что мы признаем, что Христос есть, как мы обычно принимаем, называем верой, это убежденность существования Иисуса Христа. А терпение с верой предполагает, что мы верим, что Господь именно это мне поручил делать, раз это я делаю. И когда человек с верой терпит, когда он с верой переносит все те обстоятельства бытовые, психологические, в которых он оказался, терпит ради него, тогда и возникает созидание человека. Ну, например, нет у человека книг святых отцов, нет у человека даже Библии, нет Нового Завета. Ну, нет, вот он живет в деревне, где-нибудь там, в районе Колымы или под камерой Турнгуски. И нету там книг, нету там Библии. Интернета там, чтобы все это почитать, тоже нету. Ну, нам, жителям мегаполис, трудно в это поверить, но вот тем не менее, вполне возможно такое. Нету. И вместо того, что подчаивается, умлевает, человек думает, сознает, что отсутствие этих книг включено в промысел Божий. Он понимает, что он ничего не может изменить, так устроен, значит, Бог знает, как меня вразумить, знает, как меня наставить, значит, для меня все это не важно, значит, можно спастись и без этого, и спасались люди, и без этого, и без Библии, и без святых отцов, как спасался Антоний Великим. Вот. Или Серафим там, у меня Серафим Серовский читал, ну, кто-нибудь еще из древних отцов. Вот. Без книг, без Библии как-то вот жили, читали. Только то, что вот какие-нибудь там отдельные фрагменты, кусочки неподобный Сергий спасался без книг. Вот. И ничего, человек принимает это, что на самом деле вот эти условия, в которых он живет, они не им созданы, не созданы Богом, значит, Бог знает, как его спасти без книг. Значит, Бог знает, как его вразумить, как его умудрить, каким образом его наставить на путь спасения. Или, например, может у человека пропасть молитва. Может и никогда и не было. Может она была, но пропала. И человек понимает, что Бог дает молитву. Он слышал это или где-то читал, или просто думает, что на самом деле все хорошее от Бога. Если у меня нет молитвы, значит, я ее не получил еще. Бог мне ее не дал. А не дал он мне ее по той причине, что, поскольку он благ и щедр, он не дал мне по той причине, что я либо глуп, либо ленив, либо горд. Но так или иначе, у него есть основания для того, чтобы не давать мне молитву. Хорошо, буду терпеть это безмолитвенное состояние. Если Богу угодно, он даст мне молитву. Если ему не угодно, значит, он считает, что вообще молиться не могу и никогда не буду молиться, значит, ему так угодно. Погибнешь, ну, наверное, да, может быть, может быть, да, может, нет. Разбойник же не молился, Мария Египетская нигде не училась, ни книг не читала, молитвослова у нее не было, ну, как-то же она смогла спастись, Богу будет угодно, я спастись. Может быть, у меня неверующее окружение, может быть, оно страстное, может, батюшка мой в приходе бездуховный, хотя, с чего это решил, ну, мысли такие всегда возникают у прихожан, что ж, буду терпеть и это. Вот, раз это такой у нас батюшка, раз такие у меня родственники, раз такие у меня близкие люди, значит, я такого и достоин. Это то, что, значит, такие люди мне и нужны для спасения, раз или сам виноват, что с этими людьми я связал свою жизнь, буду это терпеть, буду все терпеть, что окружает меня не по моей воле. В конце концов, ведь и разбойник опять-таки на кресте умер, сам был разбойником, ничего путевого у него не было, окружение было очень плохое, больное, бездуховное, безбожное, но тем не менее, он спасся, это не помешало ему спастись, если Богу будет угодно, спасет и меня. Любое терпение с верой будет для человека такового источником божественного поучения. Вот то самое божественное поучение, о котором здесь говорит Ефрем Сирин. Очень важно, очень принципиально, очень просто, но в том смысле, что доступно понять это небольшое, но важное дело. Все, что у меня есть, я терплю ради Христа. Ну, немощь у меня, ну, спит человек сутками, только встанет на молитву, сразу засыпает. Можно психовать, нервничать, начать раздражаться, кричать на кого-то, обвинять кого-то, это все ничего не даст, только усугубит ситуацию. А можно принять, ну, вот такой вот я, да, я хуже всех, я самый ленивый, я самый никчемный, пустой человек, я ничего не могу, я рад бы помолиться, да не могу, но если Богу угодно меня спасти, он меня воздвигнет, если меня не воздвигнет, значит, я действительно не могу спастись, и я принимаю это, я не могу, я ни к чем. Вот, появилась возможность, вдруг, лежал, лежал, три месяца, вдруг встал, начал по молитвослову что-то молиться, о, значит, Бог меня воздвиг, буду молиться. Потерялась молитва, ну, вот, значит, чем-то согрешил, погордился, что потерялся молитву. И вот таким образом, когда человек не просто терпит, а терпит именно с мыслью о том, что именно этого хочет от него Бог, именно терпение того, что нам дано перетерпеть, мы и спасаем наши души, это может быть немощь, это может быть что угодно, у кого какая беда. Вот, но если мы понимаем и принимаем с мыслью веры о том, что терпение посылается, то есть, что обстоятельства, трудности, немощь посылается нам, Богом, то пока мы терпим с веры, мы всегда получаемся божественным получением. Мы как бы доверяем, что Бог может произвести в нас соответствующие изменения, воздвигнуть, помочь. Нет, конечно, если я могу делать отдел, но я встал, допустим, на валюту, у меня закрылись глаза, я пытаюсь бороться, ничего не получается, ложишься, спишь. Можно впасть в уныние от этого, можно сказать, ну, ничего, значит, гордый, гордый, буду всегда вставать там в 8 часов, читать 3 строчки, засыпать, но пока не сможешь видеть, вот как смирюсь, так Бог мне подаст помощь. Вот это само упование на Бога во всегдашних обстоятельствах и есть то важнейшее божественное поучение, которое созидает душу на путях спасения. Но мы делаем не так. Мы даже понять этого, мы сразу задумываем, да как это так, ничего не делай, что ли? Ну, не совсем ничего не делай. Я же не сказал, что ничего не делай. Я сказал, делай то, что можешь делать. Сиди там, где ты можешь сидеть. Молись столько, сколько можешь молиться и читай то, что можешь читать. находись в том состоянии, в котором можешь находиться. Вот это, то есть, не то, что вообще ничего не делай, что делать надо. Но именно мы делаем то, что можем, а Бог сделает все остальное. Будь, что как это, делай, что можешь и будь, что будь. Вот примерно так. Но мы, на самом деле, не выносим этого состояния. Мы стараемся все, спешим все изменить, переменить храм, батюшку, старца, монастырь уехать. Ну, то есть, каким-то внешним изменением мы пытаемся что-то сделать. Мы хотим в сущности завтра стать святым. Ну, на худой конец послезавтра стать святым. Мы хотим найти такую книгу, которая нас сделала бы сразу, дала ответы на все вопросы. Какой-то новый метод молитвы или псалты, псалмочтения или еще чего-то, чтобы это вот мы сделаем это, найдем этот метод и нас сразу все переменится. Но все это суета, суета. Нужно просто терпеть свою немощь, ибо это смиряет немощь другого, ибо это учит любви. Терпеть, что Бог молчит, терпеть, что Он не помогает, потому что это правда, не Он же наш раб, а мы Его. И Он естественно не обязан исполнять все наши воли, крики о помощи и прихоти. Это мы должны терпеть, как говорит сталтырь, мужайся, потерпи Господа. Это рефреном звучит в нескольких псалмах. Мужайся и потерпи Господь. Но изнутри нас бурлит, 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 так жить нельзя, так жить невозможно, что это такое. Но кто-то же в этом мешает, кто-то в этом виноват. И ищем все виновного в Сибири, в других, хотя нету на самом деле никаких винов. Надо же просто потерпеть, просто. мы должны осадить сами себя и терпеть, что меня призвал Бог в этом состоянии, в этом психологическом состоянии, в этом социальном, бытовом, интеллектуальном состоянии. Он меня призвал, и я должен это терпеть, должен в этом состоянии находиться, а Бог сам решит, что мне лучше и полезнее для того, чтобы спастись. Субтитры подогнал «Симон»